Такие семинары для предпринимателей Щелковская торгово-промышленная палата проводит регулярно. Их цель – помочь бизнесу развиваться. О мерах поддержки в 2024 году рассказали на очередной встрече, которую провели в Малом зале Центрального дворца культуры для предпринимателей, действующих в рамках экспериментального, начиная с 2019 года, нового специального налогового режима для самозанятых граждан. С темой программы микрофинансирования самозанятых граждан на встрече выступила представитель действующей в Московской области организации, занимающейся микрокредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства и в том числе бизнесменов, относящихся к категории самозанятых граждан. Для самозанятых важны даже скорее не финансы, потому что зачастую очень много видов деятельности именно для самозанятых. Они не требуют больших финансовых вложений. Хотя я и представляю фонд микрофинансирования, который как раз дает льготные микрозаймы, но с моей точки зрения, что да, финансы, но это номер два. Номер один – это обучение. То есть, чтобы предприниматель знал, какие у него есть возможности переработать с банками, он должен знать, как привлечь своего клиента, он должен знать, какие каналы сбыта для своей продукции он должен выбрать. На семинаре предпринимателям рассказали о том, что сейчас действуют новые правила предоставления микрозаймов. На них в Московской области заявления подаются через портал государственных и муниципальных услуг и заверяются электронной подписью. Изменено программное обеспечение, которое используется самозанятыми. Кроме того, им предоставлена возможность получать сниженные процентные ставки, причем кредитование самозанятых может достигать одного миллиона рублей и выше. Максимально все упростили для работы самозанятых. Все это находится в одном приложении. Видно, даже приложение исчисляет налог. Предлагает, можно автоматически настроить, что он будет перечисляться с платежных систем. Соответственно, все прозрачно, все просто. Только нужно зарегистрироваться и фиксировать свои доходы. На семинаре также шла речь о возможностях, которые возникают у самозанятых при заключении так называемого социального контракта, дающего предпринимателям и в том числе самозанятым целый ряд преференций развития бизнеса. Андрей Циханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Продолжение следует...